ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Очень редкое упражнение, которое называется тяга рейбера. Практически нигде вы не найдете, как правильно его делать. Смысл этого упражнения в том, что оно способствует растягиванию ваших грудных хрящей. Это упражнение очень важно для тех молодых ребят, которые еще находятся в фазе роста. Известно, что наши кости продолжают расти до 20-25 лет. Соответственно, грудные хрящи, если их растягивать, они будут увеличиваться. То есть ваша грудная клетка, именно костная основа, она будет увеличиваться. Это очень хорошо, потому что чем больше костяк, тем более массивно на них смотрятся потом нарощенные мышцы. Есть специальные упражнения, дыхательные приседания, различные варианты пулловеров. Когда вы делаете интенсивную гипервентиляцию ваших легких, соответственно, грудная клетка у вас расширяется. Грудные хрящи как бы выталкиваются наружу. И в этом состоянии чаще всего рекомендуют делать пулловер с гантелью, для того, чтобы закрепить вот это расхождение, закрепить то состояние, в которое входят хрящи во время подобных упражнений. Одним из вариантов пулловера, только без гантели, является тяга рейдера. Смысл этого упражнения заключается в том, что вы подбираете оптимальную позицию рядом с каким-нибудь углом. В общем-то, это можно делать в квартире. Руки у вас должны быть практически прямые. Практически прямые. И вы очень сильно прогибаетесь. То есть попа у вас оставляется назад, грудь у вас оставляется вперед. Нужно, чтобы возник прогиб поясницы и определенное натяжение в грудной клетке. Происходит это следующим образом. Вы можете двигать руки вверх, вниз, шире, дальше. В общем, подберите такую позицию, когда возникнет натяжение. Вот ваше тело, оно как бы висит на вашей грудине. И когда это произойдет, нужно чуть-чуть, пользуясь силой притяжения, подать свой корпус, вес вашего тела вниз. И одновременно с этим произвести как бы сдавливание угла. Руки должны друг на другу надавить. Они надавливают друг на друга. И вы чуть-чуть сбрасываете тело вниз. При этом не забывайте отставлять таз назад. Соответственно, очень часто можно даже услышать отчетливый щелчок вот в этом месте. Если вы делаете регулярно дыхательные приседания, то часто бывает, вы идете потом домой, а у вас такой, знаете, какой-то дискомфорт, такое ощущение, что кости не на своем месте. Как-то даже, ну не то, чтобы тяжело дышать, но чувствуется какое-то такое легкое беспокойство. Вы делаете тягу рейдера. Становитесь рядом с углом здания или у себя в квартире. Прогибаетесь. Вот. Примерно выглядит это следующим образом. И вот здесь вот чувствуется щелчок. То есть вы как кот потягиваетесь, потягиваетесь. До того момента, пока не почувствуете, что грудные кричи встали на место. Если вы в молодом возрасте, то часто даже можно услышать отчетливый щелчок. Во всяком случае, у меня такое много раз было. И после этого, ну вот, то чувство беспокойства, оно пропадало. То есть грудные кричи как бы становятся на место. И, в общем-то, вы себя чувствуете нормальным человеком. Еще раз, основные нюансы. Руки должны стоять выше уровня ваших глаз. Они должны быть достаточно близко друг к другу. Таз у вас прогнут. То есть должен отчетливо быть прогиб поясницы. И должно быть натяжение. То есть вы как бы кладете вес своего тела на выпрямленные руки. Старайтесь тело положить на стену. И вот оно натяжение. Очень важно подобрать позицию ближе-дальше от стены для того, чтобы почувствовать это натяжение. И вот когда вы почувствовали это натяжение, вы выпускаете воздух и плавненько, очень аккуратно кладете вес тела вниз, а руки начинают давить друг на встречу другу. Вот я... Вот здесь был бы у меня щелчок. Если бы я был помоложе. Вот так вот, друзья. Это тяга рейдера, детка. Субтитры сделал DimaTorzok Чувствую, блин.